Ну, во-первых, когда слышишь о таком законопроекте, сразу хочется задать вопрос нашим депутатам Госдумы. Не хотели бы ли они зарегистрировать всех бездомных людей, в первую очередь, которые живут на улице, которые остались без квартиры по каким-либо причинам, и желательно наказать тех самых людей, из-за которых они остались на улице. Вот это намного важнее. Что касается этого законопроекта относительно животных. С одной стороны, действительно, наведение порядка, и чтобы люди заботились о животных, чтобы не выкидывали животных на улицу, они действительно нужны. Но мы с вами в последнее время видим то, что происходит в нашей стране. Даже уголовные дела возбуждаются и против оппозиции, и против каких-то там коррумпированных чиновников. Такое ощущение, что только ради сведения счетов с кем бы то ни было. Сколько у нас случаев, когда людей убивают, в полицию звонят, а полиция не едет. То есть в нашей сегодняшней системе настолько извращенной любой законопроект, который вносится вот такого плана, воспринимается людьми уже не ради заботы или защиты, а ради каких-то поборов. То есть чего сейчас люди боятся? Прежде всего, что нужно зарегистрировать животного, что это повлечет? Скорее всего, какие-то затраты, какая-то вакцинация, чипирование, все что угодно они могут под это подогнать. Как будет касаться речь сельскохозяйственных животных? Они тоже под это подпадут? Или только речь о домашних, вот непосредственно кошках, собаках, мышках, я не знаю. Другой вопрос, еще один в связи с этим законопроектом возникает. Не увеличится у нас перед этой самой регистрацией огромное количество не появится ли бездомных животных? Потому что те люди, которые будут считать, что они не хотят или не имеют даже возможности оплатить определенные процедуры, просто выкинут животных на улицу. Я сама подбираю периодически в меру сил и возможности бездомных животных, котят. Я знаю, как их пристраивать довольно-таки тяжело сегодня, сейчас. А что будет после принятия этого законопроекта? Как много будет желающих взять этих бездомных животных и заботиться о них, и нести дополнительные затраты? Где гарантия, что вообще налогом не обложат всех этих животных? Совершенно никаких гарантий в нашей сегодняшней реалии нет. И от этого на самом деле грустно и я считаю опасно. И нужно еще раз подумать, прежде чем такой законопроект принимать, точно так же, как недавно вносился законопроект о том, чтобы вообще убивать бездомных животных. Соответственно, это вообще негуманно, неприемлемо, и слава богу, его под давлением общественности отозвали из Государственной Думы. На сегодняшний день я лично вижу, что после принятия такого законопроекта, первое, увеличится количество бездомных животных, а во-вторых, даже коррупционная составляющая появится. В сегодняшней реалии, когда все сферы просто развалены, и даже, вот я говорю, привела пример, правоохранительная система таким вот образом, карательным образом работает, я считаю, что и с животными будут совершенно четко перегибы.